В этой выставке Полевая почта 55 собраны уникальные семейные реликвии, бережно хранимые, полуистлевшие фронтовые письма и дневники, личные вещи ветеранов войны и тыла, а также фотографии. Шесть школ города Петрозаводска, клуб «Родник» и дети из Сегежи, Беломорского, Медвежегорского и Пряжинского районов занимались поисковой работой и представили на выставку истории своих семей. Здесь показаны судьбы ветеранов Карельского фронта и партизанского движения. По правде говоря, далекая война могла бы и не заинтересовать нынешних школьников, если бы не угроза новых военных конфликтов и не дань уважения собственным бабушкам и дедушкам. Люди сейчас начинают забывать о Великой Отечественной войне. В войне очень много начинают утрачиваться и, наверное, необходимо, чтобы напомнить, что была та Великая Победа и напомнить те сортоводания, которые людям пришлось пережить. Ветераны, которые пришли на открытие выставки, рассказывали о том, что им довелось пережить. И по их мнению, и по мнению нынешних подростков, самое страшное на войне не физические страдания. Не страх за собственные, а большего страха от того, что можешь потерять людей, которые тебе дороги. Помимо архивных экспонатов, на выставке участвуют два интерактивных блока. Книга памяти, которая пополняется и пополняется, а также особая полевая почта. Школьники, да и просто посетители музейного агентства могут отправить треугольный конвертик с посланием на фронт тому далекому бойцу, который воевал за свободу в 1941-1945 годах. В одном из писем солдатам написано, у вас своя линия фронта, а у нас своя. Мы должны хорошо учиться, а вы должны вернуться живыми.